Откуда взялся-то вообще фашизм? Вот мы видим, как разгром экономики Европы в Первую мировую и последовавшая Великая депрессия – вот это главные экономические, непосредственные источники, откуда пошли фашистские всходы. Капитализм, как власть капитала, имеет в своей основе именно самовозрастающую стоимость, т.е. капитал. Но самовозрастание его ограничено размерами планеты Земля. А как только капитал разрастается на весь глобус, расширяться ему некуда. Т.е. после завершения глобализации в XIX веке капитализм, во-первых, а – потерял свою прогрессивную роль, б – стал пожирать сам себя, потребовалась борьба за передел рынков. Ну и конкуренция, таким образом, на уровне глобализации вылилась на совершенно новый уровень. Оказалось, что использовать национальные чувства своих собственных народов можно для того, чтобы эти народы сталкивать друг между другом. Напомню, капитализм – это и есть национализм. Естественно, истощение рынков привело к необходимости их передела, что и привело к первому столкновению в 1914 году после целой серии локальных конфликтов. Рынки нашли новых хозяев через некоторое время, но главное противоречия разрешено не было, потому что договориться на уровень настройки капиталисты смогли, но базис экономики остался в вилке – стремление капитала к самовозрастанию и невозможности сделать это в силу исчерпания внешнего ресурса, т.е. территории. Капитализм установил власть почти над всей планетой к тому моменту. И принципиальная неуправляемость капитализма как мировой системы, его неравновесность превратили обычные для этой формации кризисы в мощнейшую депрессию, и вот именно с этого момента война стала непосредственной объективной неизбежностью. При этом все имели перед собой уроки первой империалистической, которые ясно показали, что тотальная война требует тотальной концентрации всех ресурсов. Всё для фронта и всё для победы, товарищи, это не только злободневный лозунг сражающегося социализма при затяжном многолетнем конфликте высокой интенсивности. Это ещё и вполне конкретный лозунг сражающегося капитализма, организованного для войны. Как известно, демократия – это самая неэффективная форма организации в военных условиях. Буржуазная демократия в том числе. Подлинное социалистическое преобразование капитализма для капитализма – самоубийство. То есть, революции сверху мы не видим ни в одной стране мира той эпохи. Но как-то реагировать-то было надо, нужно было организовывать капитал для войны. То есть, социализм – не выход, а как-то надо. Как? Так за счёт вполне конкретной формы организации, за счёт фашизма прямой диктатуры. Так же. Так же. Продолжение следует...